Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Школа доктора Скачко! В этом видео я. Врач, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Расскажу вам, как пить воду правильно, чтобы избавиться от морщин. Кожа — самый большой орган в организме. Масса — 17-18% от массы тела. Площадь — 1,5-2 квадратных метра. И морщины на разных участках кожи образуются от разных причин. Поэтому в этом видео я вам расскажу, как пить воду, чтобы избавиться от морщин на ногах. Там морщины также образуются не в молодом возрасте, но. Ошибки вы совершаете именно в молодом возрасте. У вас может появиться хроническая сердечная недостаточность. Отеки на ногах. И как только доктор вам скомпенсирует, улучшит работу сердечно-сосудистой системы, у вас там морщины и появятся. Конечно, можно носить брюки, можно носить длинную юбку. Но! Морщины на ногах — это знак равенства. Плохая работа вашего сердца. А следствие, активное долголетие вам угрожать уже не будет. Поэтому нужно пить воду правильно еще в молодости, чтобы дожить до глубокой старости. И несколько полезных советов диетолога я дам в этом видео. Первый полезный совет диетолога — нужно знать, как правильно пить воду утром, после сна. Натощак! Такое видео есть на моем канале. Вы его можете просмотреть, узнать подробности. Но здесь скажу кратко. Воду нужно пить сразу, как только вы проснулись. Вы ночью потели, дышали и работали почки, выделяли мочу. Это потери воды, кровь более густая. И если вы утром воду не выпьете сразу после сна, сразу после пробуждения, может быть у вас слишком густая кровь, износ сердечной мышцы, хроническая сердечная недостаточность и морщины на ногах с возрастом у вас появятся. Второй полезный совет диетолога. Для того, чтобы дожить до утра, нужно знать, как пить воду правильно перед сном. Чтобы создать резерв воды в вашем организме. Который ваш гипоталамус будет экономно расходовать на очищение организма. Благодаря работе почек. На увлажнение мокроты. Чтобы она у вас стала жидкой, а не критически густой. Чтобы вы просто ночью не задохнулись. На выделение пота через кожу. Также расходуются те самые резервы. И как только созданные вами резервы воды на уровне клетки с анецетками начинают заканчиваться, у вас густая кровь. И самое опасное время от 1 до 1 часу ночи, от 1 часу до 3 ночи, самый высокий риск острой сердечной недостаточности в ночное время. Вы понимаете почему? Но! Если вы посмотрите на моем канале Школа доктора Скачко видео, как пить воду правильно вечером перед сном, вы поймете, как создавать резервы, чтобы у вас кровь была более жидкой до утра, и вы могли спокойно проснуться утром и начать новый рабочий день. Третий полезный совет диетолога. Нужно правильно пить воду перед занятиями спортом. И никогда нельзя пить воду менее чем за 1 час до занятий спортом или перед физической нагрузкой. Вы эту воду легко потеряете через кожу, износ сердечной мышцы состоится, а резерва воды вы таким образом не создадите. Но! Нужно правильно пить воду и правильно питаться более чем за 1 час до начала тренировки. В этом случае созданные вами резервы воды во время физической нагрузки будут легко выделяться из организма, охлаждая вас. Физическая работа всегда дает нагрев организма и ускоренные потери жидкости. В этом случае вы находитесь в безопасности. Если резервы воды вы знаете, как создать. И когда тренер по фитнесу, либо ваш тренер в вашем виде спорта говорит, что нужно пить воду во время физической нагрузки, я так понимаю, что он, возможно, знает, как вас тренировать правильно. Но он не знает, как создавать резервы воды правильно до тренировки. Это знает врач-диетолог. Если ваш тренер говорит, что нужно пить воду во время физической нагрузки, Его знания в диетологии достаточно скромны. Можно есть два исключения из этого правила. Во время физической нагрузки можно пить воду, только если у вас марафонская дистанция. Не важно это ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде. Либо другой физически активный вид спорта, продолжающийся несколько часов. Да, в этом случае невозможно создать нужные запасы воды на весь тренировочный цикл, на всю физическую нагрузку. И вы вынуждены пить воду во время физической нагрузки. Одно дело, когда созданные вами резервы воды. Ваш гипоталамус капельно вводит в кровь и поддерживает вязкость крови на оптимально низком уровне. А другое дело, когда вы пьете воду. Рецепторов, вернее каналов пор для пропускания воды, всасывания воды из кишечника в кровь очень много. Вода массой влетает в кровь. А во время физической нагрузки у вас время круглого оборота крови всего несколько секунд. В состоянии покоя 23 секунды. Понимаете, в чем разница? Огромный массив крови двигается с большой скоростью. И здесь вы вливаете только количество воды, которую вы вливаете. Влили много, объем крови увеличился. И вы формируете спортивное сердце. Влили мало, кровь как была густой, так и остается. И вновь перегрузка сердечной мышцы. В любом случае, хроническая сердечная недостаточность. Это итог такого сопровождения физической нагрузки. И, к сожалению, в марафонских видах спорта очень мало долгожителей. Там долгожители это 50-60 лет. Дальше редко живут. Потому что спортивное сердце, вот таким образом сформированное, не дает возможности жить дольше. Еще одно исключение из правил. Если во время любой физической нагрузки у вас появилось чувство жажды. Конечно, советую вам нагрузку на этом этапе резко начинать постепенно сбавлять. Не бросить. А постепенно снизить интенсивность. Помочь вашему сердцу уменьшить скорость кровообращения. И где-то здесь вы пьете воду. Жажду терпеть нельзя. Жажда это очень густая кровь. И может умереть человек любого возраста, любого исходного уровня здоровья. Просто здесь и сейчас. Не важно, жажда появилась у человека в возрасте 70-80 плюс с ишемической болезнью сердца. Либо это молодой здоровый человек, который просто истощил все запасы воды в организме. И кровь стала слишком густой. Они могут от чувства жажды умереть одинаково быстро. Поэтому жажду терпеть не нужно. Нужно пить любую воду, которая доступна вам здесь и сейчас. В остальных случаях физическая нагрузка должна выполняться только на созданных вами резервах воды. Самостоятельно. Либо с помощью вашего тренера. Либо с помощью диетолога. Это уже, как говорится, ваш выбор. И до тех пор, пока резервы воды в вашем организме есть. Тренировка это не просто способность выполнить определенную физическую нагрузку. Но и обеспечение этой нагрузки должно быть. Вы же тренируетесь в определенных условиях. По определенному графику. И одно из условий это правильное питание. В связи с вашим видом активности. В связи с вашим видом спорта. С вашими нагрузками. И безусловно с учетом вашего личного уровня здоровья. Поэтому тут воду пить во время физических нагрузок нельзя. Еще один полезный совет диетолога. После окончания физической нагрузки. Сразу после окончания физической нагрузки. Воду пить нельзя. Иначе вы вновь истощаете возможности своей сердечно-сосудистой системы. Формируете в себе спортивное сердце. И сокращаете продолжительность своей жизни. Можно пить воду после физической нагрузки. Только тогда, когда частота пульса. Иными словами частота сокращения сердца. Частота дыхания. И уровень артериального давления вернутся к исходным показателям. Иными словами сердечно-сосудистая система теперь работает не в экстремальном. А в оптимальном режиме. И вы можете пить воду. Еще один полезный совет диетолога. Нельзя пить воду во время посещения бани, сауны и других тепловых процедур. Сопровождающихся активным потением. Как только вы выпьете любое количество воды. Особенно патагонные чаи. Запрещены. Патагонный чай нарушает работу почек. Создает избыток. Иллюзию избытка воды. Которая выделяется с потом. А хроническую почечную недостаточность еще никто не отменял. В этих условиях она образуется легко и просто. Кроме того, что объемом воды. Вы увеличиваете объем циркулирующей крови. И формируете себе еще условия для встречи с врачом-кардиологом. По причине хронической сердечной недостаточности. Но если вы не выпьете много. И острая сердечная недостаточность застанет вас прямо в бане. Либо в сауне. Более того. Когда вы пьете воду. Либо патагонные чаи. Либо любые другие источники жидкости. Вы должны понимать, что вода теперь движется по короткому пути. Вода всасывается из кишечника в кровь. И далее через потовые железы. Через органы дыхания. Выделяется для охлаждения вашего организма. Не будет организм воду тянуть в клетку. Для очищения вашего организма. Он сделан слишком умно. И глупые советы он игнорирует. Для того, чтобы происходило реальное очищение вашего организма. Вы должны несколько дней готовиться. Правильно вести образ жизни. Правильное питание. Перед посещением бани. Либо сауны. Когда вы попали в баню. Либо сауну. Вас банщик дозированно перегревает ваш организм. В ответ на что организм отмечает. Попыткой охладиться потением. И те резервы воды. Которые были созданы. С клеточного уровня. С теми шлаками и токсинами. Либо конечными продуктами жизнедеятельности. Выделяются через кровь. И через потовые железы. Через органы дыхания из вашего организма. Реальное очищение организма происходит. Стоит вам в этих условиях выпить любое количество жидкости. Очищение организма заканчивается. Зачем тащить воду. Таким трудом созданные резервы воды в организме. Если шаровое количество воды появилось вдруг. Из кишечников. Кровь. И через потовые желези. У вас иллюзия. Что вы очищаете свой организм. На самом деле. Ваш гипоталамус. Думаю. Что скривился примерно так же как я. И понимает. Что зря вы сегодня потратили деньги и время. Посещая баню либо сауну. Очищение организма в этот раз полноценно не произойдет. Вы просто будете пить воду разного состава. И потеть. Прекрасно. Но. Вместе с этим результатом. Вы получаете износ сердечной мышцы. Потому что вода всасывается в кровь не так как ваш гипоталамус капельно с уровня клеток выводит воду в кровь. А тем количеством которое вы вводите. Ведь у вас не капельница стоит в вене. Когда вы находитесь в бане либо сауне. Вы вышли. Выпили стаканчик другой. Загрузили воду. Она всосалась в кровь. Пошли в парную. Попотели. Прекрасно. Пока вода всасывалась в кровь увеличился объем циркулирующей крови. Когда организм активно потеет. Избавляется от воды. Увеличивается вязкость крови. И та и другая тема. Неприятна для вашего сердца. Во время всасывания воды увеличился объем крови. Вы формируете себе спортивное сердце. А когда вы немножко перепарились. И кровь стала более густой. Здесь можно умереть просто здесь и сейчас. Потому что обеспечивать циркуляцию жидкого молока. Либо густой сметаны. Сердце должно иметь разную силу. И в этих контрастных условиях. Вы испытываете возможность сердечно-сосудистой системы. Прекрасно. Если ваш банщик еще и врач-реаниматолог по совместительству. Он хоть успеет вам оказать помощь. А если нет. Ну. Возможны варианты. Поэтому полезный совет диетолога. Хотите жить лучше и дольше. Правильно готовьтесь к бане. Сауне. Правильно принимайте эти процедуры. И правильно восстанавливайте свой организм. Потому что еще несколько дней после посещения бани. Либо сауны. У вас будет густая кровь. Белки. Которые находятся в крови. Проходя под кожей. Там где высокая температура. Сворачиваются. И от хорошей работы печени. Зависит на сколько ваша кровь быстро восстановится. Если вам нужно знать больше. Что делать если у вас есть печень. Одна из опубликованных книг. Вот перед вами. Там правда еще есть и почки. Почки тоже нужно учитывать. Особенно в связи с баней. Если вы пьете патагонные чари. Вы идете в сторону хронической почечной недостаточности. Поэтому эти моменты нужно знать. И правильно учитывать. Если вы знаете. Вы живете лучше и дольше. Если не знаете. Вы живете как живете. И столько живете. Насколько уровень знаний ваш в области медицины. И здорового образа жизни высок. Думаю что на этой позитивной ноте. Надеюсь вы оптимист. Так же как и я. Я это видео буду заканчивать. Если вы считаете. Что эти полезные советы диетолога. Были вам реально полезны. Не забудьте поставить на это видео лайк. Если вы считаете. Что эти полезные советы. Могут пригодиться. Вашим друзьям. Знакомым. Родственникам. Не вопрос. Я буду вам благодарен. Если вы сделаете репост. Поделитесь с ними в соцсетях. Или каким-то другим образом. Чтобы они знали больше. Как пить воду правильно. И избавиться от морщин. Вовремя. А лучше не попадать на этот вид морщин. Которые могут образовываться на ногах. Потому что они показывают. Ваш уровень знаний. И увы печально низкие возможности. Вашей сердечно-сосудистой системы. До новых встреч. На моем канале. Школа доктора Скачко. Так же вы можете найти мои видео. На каналах доктор Скачко. Это тоже YouTube. Школа доктора Скачко в Instagram. Ну а в следующем видео. Я расскажу еще часть информации. А именно. Как пить воду правильно. Чтобы избавиться от морщин на теле. Тут совершенно иные условия употребления воды. И совершенно иные ошибки. Которые вы можете совершать. И пытаться маскировать этот вид морщин на своем теле. До новых встреч. Надеюсь и следующее видео вам принесет пользу.